всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю на несколько дней сегодня у меня будет два мясных блюда и гарнир первое у нас это рыбные котлеты значит вот сейчас я делаю измельчаю лук вместе с булочкой можно конечно все это провернуть мясорубке но у меня ее до сих пор нет вот такая вот я вредная до сих пор я не приобрела поэтому я измельчаю все блендером вот этим получается кстати тоже очень вкусно если не сильно измельчить то получается вообще как рубленые то есть именно с кусочками рыбы кстати очень вкусно я всегда даже когда у меня была мясорубка котлеты делала именно таким образом рыбные котлеты я имею ввиду в общем все это хорошенечко я перемалываю буду смешивать добавлять конечно же сюда различные специи и обжаривать на сковородочке добавляю конечно сюда одно яйцо и также свои любимые специи специи как я уже говорил много раз я заказываю на iherb вот это желтенькая это у меня лимонный перец он как раз очень хорошо подходит к рыбе потому что он но за счет того что есть там лимон вот такой ярко выраженный аромат рыбы он соответственно уходят с этими специями очень кстати советую на что-то подобное да вот буду обваливать котлетки в панировочных сухарях и обжаривать двух сторон рыбные котлеты я не пропариваю никогда потому что они ну и так получается вкусными не сухими здесь у меня треска была замороженная филе вот соответственно его разморозила я кстати это филе немножечко так руками отжимая обычно чтобы у меня было ну когда на котлеты использую чтобы меня было как можно меньше воды в этом филе и котлеты тогда не расползаются то есть фарш держит форму скажем так можно добавить я знаю добавляют кто-то манку кто-то муку но я не добавляю мне достаточно этого и того что я обжариваю все в панировочных сухарях и теперь буду делать еще и мясо мясо я буду это у меня свинина я буду готовить вместе с грибами это у меня белые грибы он же боровик те которые я собирала сама летом мне тут их достаточно много можно взять любые кстати замороженные грибы вот продаются в упаковках есть лесные грибы есть лисички но лисички замороженные на самом деле они не очень вкусные лучше лисички свежими конечно брать они могут быть такими резиновыми все зависит наверно от заморозки или еще чего в общем я бросаю все он такие они мне немножко оттаяли я бросаю на сковородку тут же у меня вот как раз жарятся рыбные котлетки и обжариваю мясо потом все это дело я буду соединять и добавлять сюда вкусный соус вот так что про грибы вот в упаковках в замороженных принципе любые лесные лесные конечно дают больше аромат соус я буду добавлять вот такой кстати очень вкусные вот эти соусы единственное что здесь у меня для макарон с беконом но как вы видите я буду использовать для свинины с грибами вот в общем здесь такой рецепт как бы макароны со шпинатом получается но шпинат у меня никто из домашних не ест поэтому я такое блюдо и вот сто процентов готовить не буду но чисто для себя тоже я ленюсь отдельно для себя что-либо готовить вот и нам понадобится еще сливки можно кстати грибочком добавить еще лук но я почему-то не стала добавлять не ставим потому что вот эти белые грибы они такие ароматные что ничего не хочется к ним дополнительно добавлять но можно добавить лучок и тоже обжарить вместе с грибочками и будет вообще очень-очень-очень вкусно в общем у меня тут все жарится и чтоб жарилась мяско обжарились мои грибочки до золотистой корочки и все это обжариваем теперь перемешиваю и буду добавлять сюда сливки я их добавляю на глаз вот примерно половину этой упаковки даже чуть больше я сюда добавила потому что но я готовлю не по рецепту этого соуса до от себя тяну скажем так и добавляем вот этот соус видите он такой густой он такой ароматный вот есть этот соус кстати с грибами получается вообще очень вкусно хорошенечко все это нужно перемешать и немножко прогреть как написано на упаковке этот соус то есть я оставляю на медленном огне под накрытой крышкой где-то наверное минут на пять примерно и еще сегодня из гарнира я буду готовить вообще это называется гавайская смесь ну или овощной плов или рис с овощами можно так назвать в общем не важно как это называется я предварительно значит здесь у меня кукуруза и горошек я немножко наливаю водички это все у меня пропаривается добавляю сразу замороженного горошек и кукуруза это я замораживала этим летом горошек у меня свой кукуруза была покупная просто и никто не захотел есть потом все это обжаривают добавляю рис и тоже может быть минут пять чуть больше на медленном огне все это обжариваю что просто ну как бы вкусы объединились скажем так вот что все это напиталось тоже накрываю крышечкой и параллельно еще буду как раз таки варить макароны они у меня будут к свининке с грибами и то есть получается к рыбным котлетам у меня рис с овощами а к свинине у меня макароны потому что вот этот соус который даст я добавил он хорош именно с макаронами все-таки вот такой прям обалденно вкусный вот ну что вот такое вот такие блюда у меня получаются достаточно вкусно быстро и просто всем советую я люблю такие блюда где не надо заморачиваться вот так вот выглядит мои моя свинина с белыми грибочками белые грибы он же боровик это нереально вкусные грибы это самые мои любимые грибы я бы так сказала даже лисички не так люблю как белые грибы вот как раз будем кушать все это с макарошками вот такие я сварила ну в принципе любые можно макароны хоть какие какие вам больше нравится и рыбные котлетки вот столько у меня получились я их обжарил и видите они такие желтенькие это вот из-за специи вот этих вот которые перец лимона и рис с овощами получается в этот рис с овощами можно добавить еще лучок можно добавить болгарский перчик можно еще что-то зеленушечку какую все что вам нравится и кстати это моя кабачковая икра я показывала на канале как я ее готовлю действительно ну заморочно скажем так ее нужно готовить храню я ее в холодильнике и вот она мне не взорвалась у меня банки не взрываются но рецепт замороченный конечно у меня это кабачковой икры но она нереально вкусная она у меня получается однородная и больше мы ее используем как соус например к макаронам тем же к рису в общем в общем вот такой вот у меня получается ужин ну а завтра я просто на рублю какой-нибудь овощной салатик с капусточкой или просто зеленью помидорчики огурчики к этому всему и будет отлично так что вот такие вот блюда у меня получились хватит нам на несколько дней что мне не может не радовать это у нас ужин и я сегодня приготовила обед я уже до этого готовила но много раз показывала у меня там ничего нового гороховый суп всех люблю целую до новых встреч